итак всем добра ребят мы подходим к острову свиярск свиярск-свиярск-виярск небольшой дам обзорочку что здесь у нас находится я здесь кстати был где-то то ли восемь шестом то ли в восемьдесят седьмом то ли восемьдесят восьмом годах еще мы со школы сказания сюда приходили но здесь этого конечно ничего не было еще тогда здесь все было запрошу в заброшенном таком состоянии в упадке а сейчас здесь цивилизацию отстроили ребят вот всякую разную интересно современную пристань сделали и вообще в целом речной вокзал вот тут нас год встречает а а и и и и и Итак, здравствуй, Свияжская земля Земля, где стояла крепость Ивана Грозного перед нападением на Казань Вот наш теплоход Бородино Двухпалубный 305-й проект Душевный, ламповый, малый теплоход Для тихих, спокойных круизов Проживают прежде всего обыкновенные свияжцы Люди, 253 человека сегодня население свияжской Живут они здесь Село Свияжск Село Свияжск омывает по сегодняшний день две реки Река Свияга Вот она, посмотрите на макете, очень хорошо даже видно дождь Постарался За спиной у нас с вами река Свияга А с другой стороны река Щука Две реки омывают крутой весь Свияжский берег И вот река Свияга и река Щука впадают в реку Волги Мы сейчас только что прошли Макаревский мужской монастырь Он стоит на берегу реки Волги И вот между Макаревским монастырем и Свияжском происходит место встречи, место свияния трех ред Мы когда с вами поднимемся к школе, вот это двухэтажное здание Оттуда очень хорошо все видно Ну а мы с вами сейчас находимся в речном порту, наш теплоход Мы затем по Рождественской улице с вами поднимаемся к церкви Константина и Елены Вот Маковка церкви у нас за деревьями, очень хорошо видна Затем поднимаемся на Рождественскую площадь И с Рождественской площади идем в Женский Анна Притеченский монастырь Затем из монастыря по Монастырскому переулку шагаем Противоположной от меня находится Успенский Богородицкий мужской монастырь Мы после посещения мужского монастыря по Успенской улице Будем шагать уже в сторону речного порта Зайдем в музей истории Свияжска А вот уже из музея истории Свияжска, когда выйдем по Успенской же улице На церковь Константина и Елены возвращаемся и спускаемся вниз в речную Дома в Свияжске Обратите внимание, какие здесь живут люди Местные жители Дома в Свияжске Обратный дом, но нижняя часть дома и посложена в основном из природного камня Которые буквально брали с берега реки Свияги и Щуки Здесь когда-то проживал один из Свияжских курсов Где у него в подвале помещения В сотренном этаже работали единственное в округе количество именинцев Настолько хорошо молола муку, что буквально в округе записывали в очередь Чтобы обмолоть здесь свое зерно Вот из старого машины осталось вот этот камень Для него что-то в принципе не осталось Это музыкально Субтитры создавал DimaTorzok Макарев монастырь Желтоводский Под Казани Наверное, что подвинание в летописях в русских этой земле Которая вспоминалась как Рудная гора Покрытая непроходимым детским лесом И когда-то русские друзья на берегу в Свияжи Казани отстаивает в мае, как говорится, землю русскую Прежде всего Казани с казанскими ханами Казань отривязывается буквально в 28 километрах Мы с вами сейчас видим две высокие 20-е трубы от Макаревского монастыря Это окраина Казани Вот сам Казань, вернее Кремль казанский Спрятался вот за этим мусором, где находится Макаревский монастырь 28 километров по прямой Если вы где-нибудь в лохозе, обратно будете ехать когда в Казань По прямой, если вы все эти 28 километров Влевшая земля упоминается в 15 веке Но только в середине 16 века на эту круглую гору Обратил свое внимание молодой царь Иван Васильевич Который мы с вами знаем прежде свою историю России Как Ивана Гродного Светился при стол Макаревского государства Молодой царь Иван Васильевич Иван Гродный Ему было себе 17 лет В 1647 году собирает свой первый поход на Казань Но не первый, не второй поход Ивана Гродного на Казань Результаты ему не принес Изначально Иван Гродный не ставил своей задачей В первоочередной завоевании Казань Казанского ханца А лишь хотел показать силу Москвы Московского государства Показать силу русского царя Почему же Иван Гродный совершает военные походы на Казань? Да потому что именно в середине 16 века Участились набеги со стороны Казанского ханства На московское государство И русские города, села, деревни разорялись, сжигались И возилось большое количество людей в плен И вот молодой царь Иван Гродный решил положить к этому конец Первый поход, второй поход Ивана Гродного заканчивается на Удаче И вот главная причина удачных походов Как вы не отличаете историю Это слишком большое расстояние Которое тогда-то и преодолевало войск Ивана Гродного А это почти 50 километров, которые сегодня разделяют Казань от Москвы Правда, сегодня проще Идем на теплоходе отдыхаем Летим на самолете Едем на поезде, на автомобилы Скоро построить скоростную Скоростную и буквально, как нам обещают За 5,5-6 часов Мы домчимся до Москвы А вы в Москве домчитесь до Казани А вот тогда по два месяца с лишним Пустью совершали главу Ивана Гродного По 25-30 километров в день И все это настолько измеряло И выматывало силы воинов Опять-таки же последняя остановка Нижний Новгород Это 360 километров Даже по сегодняшнему Что говорится Время в 21-й век Это слишком большое расстояние Это сегодня просим Позвонили по телефону Сказали Дяде Миша Выезжай Насылай помощь А ведь тогда телефонов не было Поэтому пока да нет Донтик До Нижнего Новгорода Да Да Вот Памяти погибших воинов Великой Отечественной войны похоже Северский Ближе к 30-м годам 17-го века То есть, когда все бомбики, россиницы Жили, перемешки и воины Были подавлены Ну и действующие на сцене И что, идем дальше Это центр? Центральный атлетик? Нет, мы сейчас его не увидим Здесь Да, коллизей. Сцену буквально установили в мае месяце, решили не разбирать до холодов, потому что практически каждую неделю Свияжки что-то все-таки происходит, проводятся какие-то праздники. Но одной из последних таких массовых, которая очень популярна, если не полюбилась, не только казанцам, катарстанцам, но и в ближайшие республики об этом знают, приезжает очень часто этот фестиваль Свияжской ухи. Когда приезжают с разных городов, лучшие рыбаки, как я понимаю, начинают ловить выгу из того, что поймали, как говорится, сварили уху. Вмели, как и темпо, забирают камеру с уху. Но как правило, как вы понимаете, там нужно сравниться со Свияжской ухой, со Свияжскими рыбаками, мастерством, никто пока не может. На Рождественской площади, где мы с вами сейчас находимся, это место, где и по сегодняшний день собираются все Свияжские жители. Когда-то ловные, мне на еще 18 веке, спели барокко Благовещение на берегу Рески Свияги. И, к сожалению, из трех храмов на Рождественской площади не сохранилось ни один. Рождественские соборы неизвестные взорвали, Благовещенскую церковь взорвали, и за вашей спиной в этой церкви, в эту расходку не проводилось, стояла Софийская церковь. Еще один храм взорвали на территорию Свияжску от 28.00 до 28.00 до 28.00 до 28.00, но выросли на 21.00, потому что это не в конечном состоянии, а в 32.00 до 28.00 до 28.00 до 28.00, но выросли на сухи, а в 33.00 до 28.00 до 28.00 до 28.00. Чтобы 얘기를 не позволялось, что приходилось вlar, не жила, не жила, не жила. Эти работали, не сухи, а вот и выросли на местах шахтуки, а вот и сухи. Продолжение следует... 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 Его решили все-таки не закрывать, а передать территорию Мужского, к тому времени закрытого, строится Сергиев Мужского монастыря. Здесь был на этой территории основан когда-то, еще в 1951 году, в год основания крепости Слеяшки. Первый монастырь не только на территории крепости Слеяшки, но и на территории всего региона Середнего Поволжья, строится Сергиев Мужской монастырь. Как утверждают летописники со строителями и воинами Ивана Грозного, сюда пришли и монахи Троицы Сергиев Мужского монастыря. И зашли они на Слеяшку изъемлю, когда круглую всю гору, с иконой преподобного Сергия Радонежского. Обошли по периметру круглую гору, окрасили святой водой и заложили на берегу реки Слеяги Троицы Сергиев Мужской монастырь, который просуществует здесь, на территории Слеяшки, изначально крепости, затем города, до 1764 года. А именно до указа императрии Северной Великой о секуляризации земель, который глотил о том, что все приписные монастыри, а Троицы Сергиев Слеяшки и монастырь был приписан Троицы Сергиев под настройами Лавры, должны быть закрыты, упразднены. И монастырь был действительно упразднен в 1764 году, и только в конце XVIII века сюда перемещает после пожаров Женский Ано-Притеченский монастырь. И с конца XVIII века стала эта территория называться уже Женским Ано-Притеченским монастырем. Но именно открытый самый древний храм Слеяшка, самый древний храм деревян региона Среднего Поволжья. И как и Слеяшку в этом году Троицкой церкви исполнилось 471 год. Храм был рублен топором из дерева лисы, построен без единого металлического гвоздя. Храм, в котором молился сам Иван Грозный перед последним походом на Казань. В XVIII веке Троицкую деревянную церковь не уничтожат, не перестроят, как очень часто это происходило здесь в Слеяшке, а наоборот решили сохранить именно в том облике, в котором мы практически сейчас с вами видим. Но вместо вот этих открытых галерей, которые уже восстановлены были в 2012 году, были построены, пристроены к храму-крулечки, заиспекленные тискожей. Для чего? Чтобы стены храма не под дождем, не под дождем, не под дождем, не подглевали. И для того, чтобы нижние венцы храма не подглевали, храм был поставлен на кирпичный фундамент в конце XVIII века. Но храм не перебирали, не переносили, не перевозили, фундамент подстроили под храм. В XVIII веке для того, чтобы опять-таки же сохранить верхнюю часть храма полностью, все деревянные покрытия меняются на металлические. В 2012 году во время реставрации полностью металлическое железо убирается, и уже вновь Кройская церковь покрывается, посмотрите, все деревом. И Маковку храму построили деревянную досечку и лимусом, которая была изготовлена из архангельской осины, которая имеет мусор от природы, от дождя, от снега, от дождя. Говорят, монастырская кошка Муся. Это прародительница всех кошек здесь по-свежки. Кройская кошка Муся. Кройская кошка Муся. О, еще один экземпляр здесь. Кройская кошка Муся. Муся. Когда мы говорили, что для поросяк, вы входит к вам, за всем тебе собаки, а вот он на это until you continue. А вот поросяк на меня очень прост. Говорят, что вы вновь Кройская кошка Муся. Как вы понимаете, здесь 53 человека, у тебя есть знакомые. Они знают даже, кто кому в гости приезжает, по какому поводу. Нужно не вскроить, что это как-то так, большая семья. А максимальное количество жителей было в 16-18 веков на крепости. Но это были люди все военные, которые защищали границу на скольку. Это более 4000 человек. В начале 20-го века в городе Слуяшке проживало более 3000 человек. Можно идти через дорогу. Или в музей. Скоро пойдем в музей. Дорога на Слуяшск. И все под землей вдоль дороги. И под землей вдоль дороги опять-таки же в Слуяшке. С правой стороны, посмотрите, мы с вами видим вертолетную площадку. На вертолетах мы тоже встречаем гостей. С правой стороны у нас с вами, где очень много сегодня рыбаков, посмотрите, на лодочках, река Щука. С левой стороны у нас с вами река Слуяга. И с левой стороны от новой дороги, посмотрите, косая гряда, это то, что когда-то называлось исторической дорогой, которая связывала Слуяш с материком. Почему-то эту дорогу не стали восстанавливать, хотя, в принципе, начало есть, можно было поднять только уровень. А построили параллельно старой дороге новую дорогу. Но именно вот эта дорога связывала Слуяш с материком, и именно она уйдет под воду в 1951 году. И таким образом, вот здесь не было никаких дорог, здесь была вода. Слуяш превратился в настоящий остров. Мы сначала планировали даже это затопить вместе с монастырями, хранами. Жители буквально насильно выселяли, давали 2 рублей подъемных, для того, чтобы жители, переезжая уже на материк, могли построить буквально с нуля дома. Могли домы свои забрать, то есть разобрать и перевезти. Такие тоже дома сохранились. Слуяш превратился в 1555 году по приказу Ивана Васильевича Ивана Грозного. Успенский Богородицкий мужской монастырь, это не просто был центр православия, он был также духовным центром, православным центром, а также экономическим центром и центром просвещения. Это все Успенский Богородицкий мужской монастырь, да основание в 1850 году. До 1926 года в этом музее, у нас было немного, у нас было 40 человек, и более в област을 thee проживают, и более большевали срочуются. Этоgresiva римные возили, какова их так делается. О derived, что умер Santos от в DB ii, в 2019 году. В 2017 году в DB ii, в 2018 году было церемон filled- veo промышленым отalfлетом по Кирпийскому Татарстану. С правой стороны у нас ауди точка синü tous менёв на dedans. Мы с вами сейчас одновременно посвящаем древние четырех казахстанского монастырь, действующего на Куярске. Монастырь – это тот монастырь, откуда начинается в деревянной крепости Слиярской белокаменное строительство. И вот чтобы построить первый белокаменный храм в деревянной крепости Слиярской, по приказу Ивана Грозного, суда на Слиярскую, в том числе и Казанскую землю, отправляется артель псковских мастеров, или как тогда их называли, белокамечеты, которые должны были построить белокаменные храмы. Они были построены буквально за очень короткое время на территории Успенского Богородицкого мужского монастыря. Это Никольская церковь с колокольней трапезной, что с левой стороны от нас с вами, и собор Успения Пресвятой Богородицы. Оба храма были построены из привозного камня известняка, который добывался на правом берегу реки Волги. И вот когда вы сегодня на теплоходе пойдете в Казань, вы будете приезжать в село Печище. От слова «печь» получило это название «село», где когда-то добывалось штольных, тут самый известняк, в печах его затем обжигали, придавали форму ровную, гладкую. И часть этого камня шла на строительство Успенского монастыря, храма, а часть шла на строительство Казанского Кремля, в том числе Спасской башни, в том числе Благовещенского собора. И Казанский Кремль вы сегодня тоже увидите. И вот артель псковских мастеров, прибыв сюда на свеяштовую землю, начинает здесь строительство. И строительство это ввелось под руководством великих русских зодчиков Костя Кабарна и Ивана Шуряя. Под чьим руководством на Красной площади, через Детие Казани, практически в то же время строится храм Василия Блаженного. В нашем же свеяшке, в Успенском монастыре, под руководством этих великих русских зодчиков, построена была Никольская церковь и собор Успения Пресвятой Богородицы. И вот первым каменным храмом свеяшка была построена Никольская церковь с колокольней трапезной. Она была построена всего за один год. В 1555 году начинается строительство, а в 1556 году сей храмом уже был освящен частника наегодника. Но несколько была ниже колокольня, чем сегодня мы с вами видим. Потому что два верхних яруса, где сегодня мы с вами видим колокола, были пристроены к кирпича уже в начале XVII века. Но с XVII века ничего выше, чем Никольская колокольня, и по сегодняшний день не существует. Высота этого храма Никольской колокольни 43 метра. Ничего выше в XXI веке не построено. Колокола, которые сегодня звучат, колокольня Большой Николы, как называют ее сегодня свеяшские жители, это уже колокола, отлитые в Воронеже в 2000 году. Древние колокола, в том числе и подаренные Росе-Сергиевым мужским монастырем, увы, к сожалению, неизвестным направлением были выведены свеяшки в 30-х годах XX века. А в состав этих колоколов входило золото и серебро. Жители свеяшки, купцы, дворяне жертвовали монастырю. Монастырь был очень богатым, там по себе царской казны. Когда-то выделялось 500 рублей из 1000, которые шло на содержание всей Казанской епархии. 500 рублей шло на содержание Успенского. Она стояла на вооружении крепости главной рождественки, на рождественской площади, которая находилась. Почему девчина голова? Обратите внимание, гормона медуза. Мало кто знал в XVI веке, кто такая гормона медуза. Но то, что это женщина, это было однозначно. Поэтому назвали пушку «Девчина голова». Здесь мы с вами тоже видим образ женщины. А вообще все на этой пушке имели свои названия. Девчина голова, граф, дракон, швистон, соловей. Всего один из пушек стоял на вооружении крепости слевяшки. Ну а мы с вами все подошли к музею Старо Свиряшка. Завтра идут и поморочим налево. Право, транс в туалет. В 19-м году, до 2009 года, в этих залах были рабочие слевяшской коррекционной вспомогательной школы. Здесь была школа. Ну а само здание было построено еще в 19-м веке, в 30-х и 40-х годах 19-го века. И в этих кабинетах когда-то работали чиновники города Свиряшка, которые и решали, по каким законам, как жить, работать в Свиряшке. Итак, один из первых залов нам с вами предстоит, дает возможность увидеть карту московского государства 16-го века, столица которого был, по счастью, остается город Москва. Мы с вами видим здесь же также границы Казанского ханства, центром города Казани. И вот Иван Грозный совершал огромный путь, подойдя к стенам Казанского Кремля, убрал его в осаду, но взять Казань не удается. Буквально в 28-ми километрах от Казани, на берегу реки Свияни, Иван Грозный построил ту самую крепость, Свияшку, названную в честь Ивана Грозного Иван-городом. А сама же крепость была ослаблена в центре России, в гублических лесах, в общем, не боярушадах. Затем разобранная буквально по премушку, и славлена была по реке Волги. Посмотрите, какой огромный путь проделала эта крепость, прежде чем быть выстроенной на высоком Свияшском холме за 28 дней. И вот в 1551 году, когда была построена крепость Свияшская, правый берег реки Волги отойдет московскому государству, без скорого правительства, без сражения. А вот в левый берег реки Волги с гордым крепостью Казани еще Казанское ханство. Ну а в 1552 году Иван Грозный завоюет Казанское ханство, взявозьмут Казань, и вся территория Казанского ханства войдет в состав московского государства. Молодой царь Иван Васильевич Иван Грозный, о нем когда-то писали его соотечественники. Молодой среднего роста, с большими серыми глазами, который излучает теплоту и добро. Он был не тем Грозным царем, он был действительно царем, который женился на первой супруге Анастасии, любимой супруге, который правил московским государством по всем законам, который был первым реформатором России. Ведь именно Иван Грозный создал первые стрелецкие войска, первая регулярная армия нашей страны. Именно Иван Грозный создает военные реформы, государственные, судебные, а уже Петр Великий все это возьмет на вооружение в XVIII веке и действительно углубит, расширит те самые реформы, которые были начаты в нашей стране молодым царем Иваном Грозным, который вступил на престол московского государства в 17 лет. Ну а чуть позже, когда начнется в нашей стране то явление, которое получило название в истории о Принчинах, именно тогда и назовут Ивана Грозным, Грозным царем. Ну а мы с вами сейчас отправимся смотреть макет крепости Свеяшки, которая была построена по приказу русского царя Ивана Грозного. Маленький. Итак, экскурсия в Свеяшске завершилась. Возвращаемся на Бородино и идем в Казань. Спасибо Свеяшску. Большое спасибо острову Свеяшску за интересную экскурсию. Я здесь был крайний раз в 1986 году и вот сейчас все, заходим на теплоход. Возвращаемся. Богаточка. Провожающий кот. Отходящий теплоход провожает. А мы отходим. А мы отходим вот от причала. Кс-кс-кс-кс-кс. Не слышал. Покидаем Свеяшск. Уютный, тихий островок, который пешком обойти можно за один час. Говорим до свидания монастырям на острове Свеяшске. Станища Ивана Грозного, Ивана Васильевича, который меняет профессию. Вот здесь у него целая история запечатлена в учебниках и исторических книгах. Тем самым остров стал необычайным местом силы как и русского оружия, так и православной веры и в целом стойкости русских людей, которые сюда пришли сверху по Волге. Вот помните видео, я говорил про Рязань, там Иван Грозный смотровойск делал. Вот они сюда пришли. Покидаем Свеяшск. Вон там у нас остров Свеяшск видно. И сейчас движемся уже по Волге. Кстати, здесь место слияния трех рек. И движемся уже по берегу Волги. Вниз Казани. 28 километров от Свеяшска до Казани. Вот это вот у нас река Свияга. Кстати, река знаменитая тем, что сюда на рыбалку очень много. Многие местные ездят с Казани на Свиягу. И я сам видел, как в верховьях Свияги Сазаны плещутся во время нереста. Выбрасываясь на берег, чтобы скинуть икру. Вот так. Золотая осень на берегах Волги. Невероятная красота, конечно. И еще особенность в том, что только днем эту красоту можно наблюдать, а дни сейчас стали короткие. Вот только вот буквально один, два, три часа и все. И темно. И просто проходим очень близко к такой красоте. Капитан. Вот. Наши капитан вышел полюбоваться. Вот здесь у нас монастырь Макарева Желтоводский. Макаревский монастырь. Сейчас к ним приравняемся. И там будет фигура самого настоятеля Макарева. Видна. Вот приближу. Сейчас увидим фигуру настоятеля Макарева. Вон его видна. Рука появилась. Головушка его. Всего тела. Вот такая вот красота здесь. Православная. нам открывается в святыне. Сюда-то и добраться тяжело. Только можно на Омике из Казани. Или по дороге. Но навряд ли сюда какой-нибудь транспорт ходит. Конечно. Вот святитель Макарий. По легенде говорят, что он шел из Казани пешком и открывал монастыри. Идем по свободу в родиной компании не уедете. Отсюда поздравляем вас с вашим праздником. Мы желаем, чтобы вы всегда были такой же молодой, жизнерадостной, позитивной, прекрасной. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Одним словом, будьте счастливы, побольше путешествуйте, и улыбайтесь. С днём рождения, друг, с днём рождения, поздравляем все тебя, друзья. Но и счастья, радость и лезенья все сегодня только для тебя. С днём рождения, днём рождения, днём рождения. Поздравляем, все хорошего дня, приятного аппетита. Мост, который в займящих, автомобильный. Я на этом мосту на велике катался, вот с той стороны, вот и до той. Он под наклоном, поэтому на велике достаточно прикольно получается на этом мосте прокатиться. Сейчас мы под ним проходим. Сейчас немножечко дам обзорку назад, как это всё здесь выглядит, красота, вся Волга перед Пентюзаймическим мостом, золотая осень. И вот сам мост открывается. Я, кстати, на велике сюда ездил и вот где-то вот здесь я тусил с этой красоте. И вот сам мост проходил, займящийский мост. Этот мост позволяет автотранспорту из Казани из Казани в Москву ездить уже много десятилетия хотя мост достаточно новый, но сколько я жил в Казани, он сюда уже был. Такой вот красивый, шикарный мост. А там уже Юдина, железнодорожная станция узловая, видны дома Юдинские. И там уже дальше правее уже начинается Казань, ребятки. Давайте обзор туда. Юдина и еще раз мост. Моста вам в ленту, ребятки. золотой осенью. Ну вот я сам. Всем добра, ребят. С борта теплохода Бородино. Подходим к Казани после Свиярска. Речной порт Казань. Ракеты восхода уже поместили на барже, к зиме готовят. Казань, речной порт. Подходим к Казани. Там Коу-Шариф видно вдалеке. Казань. Заходим в порт. Сейчас будем швартоваться и заодно обзорочка небольшая Казанского речного порта. Что здесь у нас целая коллекция речных малых теплоходов. Вон там Коу-Шариф, Кремль видно. Швартуемся потихонечку. Выходим в Казань. Кстати, в Казань я уже третий раз в этом году так получилось. Сам не хотел этого, но так вышло. До этого я был на теплоходе Мустай-Карим дважды. Но сейчас на теплоходе Бородино. в этом году. Кстати, бетеечка у меня Казанская. Самая настоящая. Вот так. Такие дела, делишки на фоне нашего Бородино. Сейчас начнется у нас экскурсионная программа. В отличие от Мустая, кстати, обратите внимание, здесь три автобуса нас встречает Бородино. Мустай восемь было. Вот так, такие делишки. Все располагается на пешеходных улицах на Кольце. И молодежь тоже любит такие места, потому что здесь как раз все, что нужно. Молодежь. С правой стороны на холме желтыми буквами как было написано это финансово-экономический университет. Памятник на холме с правой стороны Ланур Вахидов это татарский большевик и революционер. А вот монументальное здание с правой стороны это пенсионный фонд республики Татарстан. Вы сами знаете, во всех городах сейчас самые крутые здания это КИБДД, налоговая и пенсионный фонд. Но из этого ряда мы вам готовили еще одно здание оно единственное в России мы его с вами увидим некоторые догадываются про какое я говорю но мы как сюрприз пока все начинаются немножко исторические улицы Казани Александра Кушкина называется эта улица вот уже дома 19 века купеческие дома внизу в основном магазин был купца а на втором этаже купец своей семьей жил пока не богатые купцы но потихонечку усадьба будут роскошнее и богатее а сейчас они коммерческие видите там джинсы и все что продается с левой стороны это здание Казанской консерватории начала 20 века очень красивая литрина и декор и на правом мы сейчас вернем если гости из Нижнего Новгорода есть у нас вот улица Максима Горького сейчас будет и с левой стороны задний фасад самого большого театра Казани оперного театра это исторические улицы здесь сохранились купеческие особняки 19 века в достаточно хорошем состоянии они в советское время функциональные были вот с левой стороны здания это купеческая усадьба 19 века в советское время больница здесь была например дальше с правой стороны сейчас на Святофоре будет очень красивое здание дом купца Кекина называется в Казани 19 век стиль эклектика с элементами модерн очень красивый стиль в советское время коммуналки здесь были а вот с правой стороны двухэтажное здание желтого цвета там мемориальная доска там Алексей Пешков будущий писатель Максим Горький в подвале работал в улочной описывает именно эту улицу она практически без изменений и в принципе здесь те же самые учреждения сохранились которые и были в 19 веке вот с правой стороны сейчас на Святофоре это в 19 веке была гимназия и сейчас тоже гимназия ну и коммерческая конечно тоже есть и турецкое консульство здесь и рестораны парк вот с правой стороны это 19 века разбит парк и памятники вот с правой стороны памятник Державина Державина из нашего места с левой стороны одноэтажное здание серого цвета это музей Евгения Боротынского Боротынский тоже из нашего места во времена Пушкина Боротынский был очень популярный в среде дворянской эмо так вот Пушкин считался очень жизнерадостный мажорный поэт а Боротынский это же грустные стихи все и такие продвинутые дворя они очень любили Боротынского с правой стороны здание желтого цвета в таком неоготическом стиле это бывший католический костюм а сейчас это здание Казанского авиационного университета вот римский папа покойный Геон Павел когда Казанскую икону возвращал у него была просьба вернуть это здание католическое общение но это сделать невозможно там аэродинамическая труба внутри и в общем институт оставили для католиков построили новую католическую церковь у нас католическая община в Казани тоже есть все, сейчас вот с правой стороны бюст Максима Горького Алексей Пешков приезжал в Казань поступать в Казанский университет не поступил и работал в различных булочных описывает вот эту улицу в которой мы сейчас с вами проехали ужасные условия этих булочных если биографию будете перечитывать там написано направо идет дорога на международный аэропорт на спальный район но мы в исторической части Казани останемся с правой стороны вот я здесь был несколько лет назад здесь была большая стройка а сейчас вот построили и супер храм на панораме по себе построили какой большой где-нибудь здесь а я перед вами буду стоять чтобы вам хорошо было и слышно я знаю вы хотите без людей на заднем плане сейчас группа отойдет и скорее всего спасибо Продолжение следует... 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 Это действительно башня с наклоном, потому что у мужчин у некоторых была паника, потому что некоторые подумают, что белая горячка началась. Нет, это действительно башня с наклоном. И наклон этот очень большой, почти 2 метра. И всего лишь 50 сантиметров остается до того, как падение башни будет неизбежно. То есть если 51 сантиметр, она направо уйдет, упадет уже 100% на зеленое здание, но фундамент подведен, закреплен, там жидкое стекло, фундамент закачали, падение затормозили. Все, она больше не двигается. Но это считается архитектурный раритет. В мире существует 100 башен с наклоном. Номер один, это правильно, Пизанская. А вот наша башня Сиумбике номер 67-68 в этой сотне, что для Казани очень круто. То есть мы в эту сотню башен с наклоном вошли и с очень большим критическим наклоном. Это просто дозорная башня начала 18 века. Внутри винтовая лестница ведет наверх с высоты. Видно вроде расстояние в 40 километров. Раньше ведь наверху сидел человек, который смотрел, откуда идет враг. Прям глазами просто. И там действительно находился человек, который наблюдал. Ну, сейчас, видимо, окончание рабочего дня, поэтому чиновники начинают свои разъезды на скромных машинах. Поэтому сейчас это какое-то стопотворение. Мы с вами пойдем сейчас на панорамную площадку и потом вернемся опять сюда и посмотрим, зайдем в Благовещенский собор еще тоже. Вот когда маленькие дети, это их детское сознание захватить, только надо, чтобы грохота не было, чтобы она поднялась наверх. Они смотрят, и она бросила с того стройканья, у кого инфаркт, инсульт, слезы в глазах, значит, тогда для детей хэппием. Не долетая до земли, она превращается в лебеди и куда там летает. Все довольны, в восторге и счастливы, но никто, вот вы-то в Сверске были, поэтому вы знаете, а обычные туристы не видят претворечия, что башню построили в начале 18 века, а я это говорил. А Сельбеке и Иван Грозный жили в середине 16 века. И там 260 лет-то куда-то делось. Это вот, ну, в общем, вот эти легенды по поводу ослепления зодчика Василия Ложенова или прочтей Сельбеке выдумывают в основном мои коллеги, гиды экскурсоводы, для того, чтобы вас эмпатировать, немножко напугать и сделать экскурсию поинтереснее. Потому что Казана, одно отказание, это быть Казан, и здание в форме Казана, это дворец Брата Сочеканий, это наш ЗАГС городской в форме Казана. Дальше пляжи, 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 элитные жилищные комплексы. Дальше с правой стороны от последнего высотного дома, оранжевого цвета, так не отколенно, пиат-барс, как это под играет. Это вот такой серебристый, там желтый, тут не желтый, а зеленый красный бухтый. С временем, что он. Дальше Леруа Мерлен, ну это же как везде, потом с правой стороны. Итак, прошли всю площадь Кремлевскую в Казани, в Санимбике. И меня поразил еще такой момент, что я когда уезжал из Казани с ПМЖ в 2006 году, стена строилась. Стена строилась, то есть ремонтировалась. И вот прошло уже сколько лет с 2006 года по 22 год. 12 лет, 14 лет. До сих пор стену ремонтируют. Вот я сам. Ребят, всем добра из Казани. Завершается наша экскурсия в Казани. Сейчас поедем на теплоход обратно. Итак, ребят, всем добра из Казани по Казани. Сейчас только что у нас закончилась обзорная экскурсия на автобусе. Немножечко прогулялись по центру Казани. Послушали уже, можно сказать, энный раз историю про город. Что я могу сказать? Конечно, интересно, что я здесь оказаюсь уже третий раз за этот год. Не именно как турист, не по каким-то либо другим третьим делам. А именно как турист в Казани. Эта экскурсия у меня получается как завершающая в этом году. Экскурсия в целом по городам России. Можно даже так сказать. Вот я завершаю ее в Казани. Что-то либо сверхъестественное про этот город сказать. В принципе, да, Казань отстроилась, да, она стала гораздо больше, стала огромным мегаполисом. Но лично у меня в памяти сохранился тот город, та Казань, которую я помню в 80-е годы, в 90-е годы, в начале нулевых годов. А это без огромных, так называемых, коробочек, зданий, пеналов, которые подпирают небо, поглощая собой серыми массами весь тот старый город, который хранится у меня в теплой памяти, в теплом сердце. Вот, то есть, если визуально я смотрю на кварталы те же самые за Казанкой, то я не узнаю город. Вот какой-то другой, вроде как и Казань, но уже не Казань, как бы. И очень приятно, когда в центре Казани, там где Кремль, там где Бауман, Кремлевская, все-таки не застраивают вот этими огромными пеналами город. Ибо сохраняется та память, которой я вырос, окреп, как говорится, и сохранил на всю свою жизнь этот город. А Казань для меня это город моих университетов, как это красиво можно выразиться, так как я здесь закончил физико-математическую школу. Восемьдесят третью Грифьяновскую на горках. И Казанский авиационный институт, пятый факультет. Вот, в девяносто восьмом году я защитил диплом, дипломыч, в девяносто девятом году. И все, вышел, как говорится, на свободное плавание большого бизнеса. Вот так. Вечерняя Казань, шестой час. Вот, обзор какой. Смотрите, там далеке стоит теплоход трехпалубный. Вон там высокая гора. А вот здесь Омник проходит. Омник и Зарево. Издали. Сжигаемого попутного газа. А там далеко видна Кул, Шериф, мечеть Казанская. И Кремль. Итак, закончился наш... Ой, где свет? Мы начинаем. Да- dei просто... Омник и СССР. Мы начинаем. Мы начинаем. Продолжение следует...